Надо потанцевать в трусах или приготовить завтрак. Они чувствуют в такие моменты жизнь. В этом и есть такой секрет, что ли, роста в Инстаграм. Друзья, всем привет! Меня зовут Аня Бусил. Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Посмотрите, какой у меня сегодня красивый фон. Это значит, важная тема прозвучит в видео. Я вышла специально из номера, потому что сейчас отдыхаю на море. И у нас очень красивый отель. Поэтому наслаждайтесь. Я вам еще подсниму отдельно красивые такие фрагменты. Фрагменты того, что меня окружает. Каждое видео должно давать какой-то ресурс. И сейчас мне доставляет невероятное удовольствие. И дает еще больше ресурса съемка в таких необычных местах. И сегодня я хочу с вами затронуть тему, которая сейчас ярко, которая сейчас активно у меня в Инстаграм обсуждается. А именно тема того, какие правила мы создаем для себя в Инстаграм. Как они нас притормаживают в развитии. На самом деле, с этой темой столкнулась сама я. Так как у меня сейчас происходит трансформация из эксперта по Инстаграм в коучинг. И я очень много анализировала конкурентов в нише коучинга. И в целом просто смотрю за тем, как сегодня, в 2021 году, продавать продукты в такой мягкой достаточно нише. И я поняла, что те правила, которые я для себя создала в своем прошлом позиционировании, они не до конца работают в коучинге. И я задалась вопросом, а что теперь мне надо создать для того, чтобы вход в новую нишу был комфортным, мягким, интересным для меня и понятным для моей старой аудитории. И столкнулась с этими правилами, про которые сегодня буду вам рассказывать. Что я подразумеваю под правилами в Инстаграм? Это, как, например, первая сториз должна быть супер вовлекающая. Или, как, например, что если ты уходишь из Инстаграм на несколько дней, ну, допустим, на выходные, да, то неизбежно охваты будут проседать. Собственно, таких правил я насчитала минимум 10. Самые такие часто встречающиеся и у других экспертов в том числе я перечислила в своем Инстаграм. И для чего вообще нам нужны эти правила? Как, например, первая сториз должна быть динамичной, вовлекающей, какой-то супер экстра, не знаю, мега интересной. Потому что в целом правила для нашей психики являются такой супер опорой. Тогда, когда мне не надо думать, я придумала для себя это комфортное правило и продолжаю ему следовать, да, для того, чтобы не думать в моменте, а чтобы мне такого снять. То есть каждый уважающий себя блогер просыпается и вспоминает, ага, моя первая сториз должна быть супер вовлекающая, надо потанцевать в трусах или приготовить завтрак, или что еще там часто делают, какую-то интригу, либо на худой конец план дня надо опять же в сториз опубликовать для того, чтобы аудитория продолжала смотреть развитие событий на сегодняшний день. Вот это обычно то, что блогеры используют для первой сториз. И опять же, многие не выходят, например, в сториз в 9 утра, потому что в 9 утра события в жизни, которые происходят, недостаточно, такое вот оно яркое и супер классное. И поэтому там кто-то может себе отсрочить выход в сториз, потому что, да, что-то не то, что-то не идеальное. И я поняла, что вот эти правила, они сковывают на самом деле и ограничивают очень сильно от того импульса, которым в моменте иногда так хочется поделиться. И дальше я стала проводить эксперимент и публиковать то, что для меня в моменте самое актуальное, самое интересное, яркое. И я увидела совершенно новый отклик от аудитории. Мне стало поступать обратная связь, что Аня, ты изменилась, что твои истории стали другими. И почему это опять же происходит? Потому что люди почувствовали что-то новое, а именно они чувствуют в такие моменты жизнь. То есть эмоции, какие-то новые проявления или даже там легкая возбужденность, например, от негативной какой-то ситуации в жизни, которую блогер может рассказывать. Но здесь и сейчас это совершенно другой уровень коммуникации. Так как Инстаграм это живой организм, да, это социальная сеть, в первую очередь и только потом мы уже в этой социальной сети там стали что-то продавать. То люди лучше покупают у тех, кто все-таки способен генерировать эмоции, события в жизни здесь и сейчас, а не потом. Именно поэтому то, что происходило в 2020 году, когда мы там бесконечно монтировали эти сторис, это сходит на нет. Вот прям действительно это сейчас не так актуально. Так вот, возвращаясь к правилам, мы там тратим деньги на то, чтобы привлечь аудиторию к себе в профиль, потом мы создаем себе эти правила и страдаем от того, что аудитория не так сильно вовлекается. Потому что правила становятся очевидными и понятными, и ты как автор в Инстаграм становишься очень прогнозируемым. Да, вот все понятно, значит сегодня будет опять рецепт, послезавтра еще что-то. И в этом есть цикличность. А в цикличности сложно находиться постоянно, потому что в этом скучно, в этом нет жизни. Так вот, какие мои к вам предложения? Первое, отследить, какие правила в Инстаграм вы сами для себя уже ввели. Что такого ограничительного вы создали в своем аккаунте, что не позволяет вам, например, проявляться как-то по-новому. И дальше подумайте, хотите ли вы эти правила поменять на противоположными, или вовсе их убрать. Я вам скажу абсолютно точно, когда ты начинаешь почищать правила, и в целом перестаешь этими правилами руководствоваться, ну прям такое очень дискомфортное состояние. Почему? Потому что ты привык, тебе безопасно, а я как, например, человек, который обожает создавать вокруг себя любыми способами вот это ощущение безопасности, то становится непонятно, что делать. Да, непонятно, как в этом во всем продавать. Потому что как будто бы, когда нет правил, нет структурности и нет продаж. Но мы возвращаемся к предыдущему пункту о том, что Инстаграм это социальная сеть. И вот понаблюдайте за тем, хотели бы вы еще раз повторюсь, заменить правила, что тоже вариант, да, поддержать свою психику. Тогда напишите сегодняшние правила и на какие вы хотите заменить. Или вы хотите вообще отказаться от каких-либо правил и жить, и снимать сторис из того, что я чувствую здесь и сейчас, вот тем я и делюсь. Такой тоже вариант возможен. Например, самые популярные блогеры, там, Ботановна, Лерчик, я их очень люблю приводить в качестве примеров, вот они в самом начале развития своей карьеры активно росли и развивались именно за счет того, что вот она прочувствовала и сняла здесь и сейчас. Не потом, не через, там, час, не через день, да, пока сторисмейкер смонтирует, а здесь и сейчас. И вот поэтому аудитория чувствовала, что вот тут есть много искренности, много жизни и много такого настоящего, да, настоящего и кайфового. Понаблюдайте за собой, что бы вы хотели вместо существующих правил. И следующая такая рекомендация, эти правила пересматривать хотя бы раз в месяц, отслеживать, да, к чему конкретное правило меня ведет здесь и сейчас. А если оно меня ни к чему не ведет, тогда почему я его придерживаюсь? Почему я продолжаю за него держаться, как за таким чем-то важным и понятным для меня? И вы откроете 100%, хотя бы в одном из правил, то, что мне очень комфортно, мне не надо думать в момент, когда я это правило поддерживаю. Я снимаю рецепт утром, мне это понятно, очевидно, я в моменте не думаю. Но когда я не думаю, у меня и нет новых результатов, дорогие друзья, в этом и есть такой секрет, что ли, роста в Инстаграм и секрет того, как сделать, чтобы люди, которые у вас уже что-то купили, продолжали покупать другие продукты в изменениях. Аудитория видит, что вы меняетесь, аудитория видит, что вы смелая или смелый. И тогда я хочу рядом быть с таким человеком. А если человек стоит на месте, у него эти правила постоянные, одно и то же, одно и то же, я отпишусь от него. Тогда зачем мне тратить на него время, ведь моя жизнь такая же. Этот ролик, безусловно, не для всех, он скорее для тех, кто хочет расти, кто хочет развиваться, потому что развитие в Инстаграм, это про развитие в первую очередь себя. И я, как человек, который на этом пути уже 9 лет, я могу точно вам сказать, что работает, а что нет. И если вы, как эксперт, как блогер, хотите расти, вот, пожалуйста, задумайтесь на эту тему. Вам такое на платных курсах не расскажут. А на самом деле, вот об этом и стоит в первую очередь рассказывать, вместо того, чтобы, я не знаю, как зайти в гивэвэй или продвинуться через марафон. Друзья, на этом все. Я хочу закончить этот ролик. Надеюсь, он был вам полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, записывайтесь ко мне на коуч-сессии. Внизу я оставила форму заявки. Дальше я хочу, чтобы вы мне написали в комментариях, какие видео хотите в ближайшее время на канале. Я корректирую расписание согласно вашим запросам. И недавно был запрос, например, побольше видео про психологию лишнего веса. Эти видео я также заготавливаю, поэтому они будут. Я очень так хочу быть чувствительна к вашей обратной связи. И хочу, чтобы вот уже и этот мой заход на YouTube принес мне классное такое комьюнити на канале. Так что буду ждать вашей обратной связи, ваших идей. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok